В Мактаральском районе Туркестанской области достроили дома для пострадавших от наводнения жителей. Крышу над головой обрели 386 семей. Новый микрорайон обеспечен всем необходимым водой, отоплением, канализацией и уличным освещением. Радость новоселов разделил первый заместитель председателя партии Нуратан Баужан Байбек, который побывал в регионе с рабочим визитом. Подробности у Рауля Габитова. Чуть больше двух лет прошло с момента, как Туркестан получил статус областного центра. С тех пор город превратился в одну большую строительную площадку. Возводятся многоэтажные дома и парки, объекты бизнеса и культуры. Увеличился приток населения. И тут необходимо создать комфортные условия для жителей. Это во время недавнего визита в Туркестан отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поручение отражено и в предвыборной программе партии Нуратан. Ее, к слову, Баужан Байбек обсудил на встрече с местной общественностью и представителями НПО. Всего в ходе праймерис от жителей Туркестанской области поступило более 560 предложений, в том числе по развитию сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры и благоустройству. Баужан Байбек встретился и с пострадавшими от наводнения макторальцами. По инициативе Нурсултана Назарбаева, общественным фондом Бергемес было выделено 340 миллионов тенге на возведение 20 домов для жителей села Достык. В начале ноября планируют создать в эксплуатацию еще 12 жилищ для жителей села Фердауси, также построенных за счет фонда. Мы благодарны партии Нуратан, которая в трудное время не оставила нас в беде и постоянно оказывала нам гуманитарную помощь. Для нас построили 20 домов и вручили нам ключи. Мы очень рады. Напомним, этой весной макторальский район накрыло небывалое наводнение. В зоне затопления оказалось более тысячи домов. Больше всех пострадали жители сел Жанатурмыс, Женес и Достык. В качестве поддержки члены партии Нуратана отправили им свыше тысячи тонн гуманитарной помощи, а около 500 жасутановцев помогали в возведении дамб и доставке продуктов. Благодаря поручению Ельбасы и поддержке президента страны нам удалось за короткое время обеспечить пострадавших новым жильем. Я поздравляю вас с этой радостью. Желаю счастья семьям, которые обрели новую крышу над головой. Пусть в вашей жизни больше не повторится подобное несчастье. В июне прошлого года в Шимкенте на улице Водопьянова вспыхнул крупный пожар. Дом барачного типа полностью сгорел. В одно мгновение на улице оказались около сотни людей. Их временно разместили в общежитии. С тех пор Бауржан Байбек несколько раз встречался с погорельцами. Строительство нового жилья для них находилось на особом партийном контроле. Возведение пятиэтажного дома обошлось местному бюджету в 550 миллионов тенге. За качеством работ следила комиссия партийного контроля. Я уже третий раз приезжаю по этому вопросу. Вопрос обеспечения вас с жильем все время находился на партийном контроле. Также хочу отметить, что партия разработала предвыборную программу на ближайшие пять лет. В ней указаны все планы по решению всех социальных проблем. По словам Акима города Мурата Айтенова, уже в ноябре 42 семьи, как и было обещано ранее, получат правоустанавливающие документы и смогут заселиться в новые квартиры. Рауль Кабитов, Ербулат Абишов. Итоги дня. Туркестанская область.